Приветствую вас. Вы спрашиваете, возможно ли создать нормальные отношения с мужчиной 46 лет, который безумно привязан к ребенку, дочке 14 лет от предыдущего брака. Да, возможно, если эти отношения, если его привязанность будет принята, например, вами, и она будет, условно говоря, разделена. Я думаю, что если мужчина увидит по числу, что вы разделяете его привязанность, ну, в том смысле, что он не пытается как-то его, к примеру, переделать, да, не пытается что-то изменить, не пытается как-то на него повлиять, ну, и прочее, 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 такая вот штука. Так что, в этом смысле, да, вполне возможно, и, в общем-то, это, ну, тут, я не вижу, тут никаких проблем. Вот, да, другой вопрос заключается в том, конечно, насколько вы готовы к этому, то есть готовы ли вы принять тот факт, что у него есть кто-то еще помимо вас, готовы ли вы признать, что для мужчины этого возраста, это чуть ли не важнее, чем все остальное, вот, и, соответственно, как, на мой взгляд, не безосновательно заметил мой коллега, Кудрысев Игорь Леонидович, что есть ощущение, что вы, ну, вот, как-то ревнуетесь, что ли, есть ощущение, что вы дочку воспринимаете, как-то, ну, дочь мужчины вы воспринимаете, как-то, вот, чересчур болезненным для себя. Есть такое ощущение, хотя, безусловно, это не окончательное решение, а так, в целом, возможно, возможно, конечно, возможно, если мужчина вам не ботифирует, но, нужно понимать, что такой человек, он, как сказать, он четкое место, четкую роль, четкое место, четкую роль, отводит вам, и четкую роль, отводит свои дочери, поэтому, если, вас, к примеру, что-то не устроит, допустим, Если вас не устроит, то, к примеру, ну, какую роль вам отвели, то изменить этого, скорее всего, вы не сможете. То есть мужчина не будет действовать в ущерб себе. И ущерб своей дочери не будет действовать. Поэтому здесь очень много упирается именно вот в то, готовы ли вы принять тот факт, что будете, ну, не единственной вам в жизни мужчин. Вот. Если готовы, то я думаю, что особых препятствий для выстраивания отношений нет и быть не может, если готовы. Если же не готовы, если у вас это вызывают некие негативные эмоции, негативные чувства, то в таком случае отношения, по-видимому, будут причинять вам больше негатива, чем позитива. Вот. И, соответственно, вероятной возможности для этого, ну, возможности для обстроения отношений нет. Далее вы спрашиваете, ну, далее вы описываете поведение мужчины по отношению к дочери и спрашиваете о том, нормально ли такое поведение. Я, со своей стороны, могу лишь только спросить вас о том, что есть норма вообще, что есть норма. То есть, что такое, что такое норма, где, что она из себя представляет норма. Потому что, если человек ведёт себя так, если человек ведёт себя так, ну, значит, для него это норма. Другой вопрос, принимаете ли вы его такую позицию. Если принимаете, то замечательно, если не принимаете, то это, соответственно, уже ваше право, принимаете позицию человека или нет, по большому счёту. Потому что никто, никто вас не может составить, ну, насильным, да, насильным. Вот так можно ответить, на мой взгляд, на ваш вопрос, который вы задаёте. Таким образом, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. И я, соответственно, думаю, что, ну, вероятно, вы чего-то болитесь. Вы, вероятно, в чём-то, вот, в себе не уверены. Вот. Вы, вероятно, чего-то опасаетесь. Вот. Я, правда, не знаю чего. Вот. Но, мне кажется, это можно выяснить. Вот. И поработать с этим так же можно и так же нужно. Вот. Потому что, ну, в спортивном случае вам будет очень тяжело. Действительно тяжело будет устраивать отношения с машинами. Вот. Так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос. Ну, то, что он отрекает дочь от стресса. Да, я понимаю вас. Я понимаю, что это неприятно. Кажется, что он, ну, не готов, да, не готов признаться в том, что у него появилась новая женщина. То есть вы, то есть вы. И... Ваше, вот, именно то, что вы делаете, вот, это, как раз таки, то, что, ну, то, что принимаете на свой счёт, в данный момент. Это является самой главной ошибкой, потому что мужчина, эээ, мужчина решает свои определённые конфликты, свои определённые трудности, но вы здесь абсолютно не при чём. Вот. И... Тот факт, что вы воспринимаете это на свой счёт, ну, именно говорит о внутренних противоречиях, о ревности, о страхе, может быть, о неуверенности в себя. С одной стороны, и о, например, потребности в этом мужчине, потребности в этом мужчине, с другой стороны. То есть, по сути, речь идёт о том, что вы, ну, вот, нуждаетесь в, эээ, ну, в человек, вы нуждаетесь в человек. Речь идёт об этом. И, на мой взгляд, вопрос нуждаемости, важно проработать, чтобы, ну, чтобы лучше отдавать себе отсчёт в том, что происходит. Чтобы лучше отдавать себе отсчёт в том, как что происходит. Чтобы лучше отдавать себе отсчёт в том, эээ, что вы хотите для, для себя. Вот. Мне кажется, это важный элемент. Вот так, эээ, я думаю, можно ответить на вопрос. Эээ, чем отношение, говорят, верно в будущем для пары? Эээ, только тем, что мужчина много времени будет отдавать своей дочери, что является нормальным. Вот. Ну, а если это приобретает, эээ, откровенно деструктивные формы для дочери и для самого человека, то в таком случае нужно просто будет донести до него о наличии этой проблемы. Если человек согласится с тем, что это проблема, он может обратиться к специалисту и поработать со специалистом. Вот если нет, если нет, это его право, то в таком случае вы уже сами решаете, принимать его точку зрения или нет. Эээ, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи.